Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Доктор Немезис, и я только-только пришел из занятий, так что слегка устал, но я все равно пишу ролик, и это у нас очередной выпуск о рубрике «Противостояние», где мы сравним Хатаги Какаши из Аниме Наруто и Сатори Коджу. И прям имбовейшего, как по мне, персонажа, из-за своих глаз. Так что, пожалуй, данное сравнение будет не нацелено на то, чтобы выбрать, как бы, так сказать, победителя. Просто мы пройдемся, так сказать, прокритерием, и скажем, в чем лучшие некоторые персонажи, а в чем некоторые худшие. Но ладно, не будем затягивать, и поскорее начнем. И первым нашим критерием будут способности персонажей. Какаши способен передвигаться на любой поверхности под любым углом, владеть сильнейшими техниками земли и молнии, а с помощью шарингана может насылать иллюзии, отправлять предметы в другое измерение и копировать любые техники. Вот у Сатори прям большой, так сказать, разнос. И с помощью его глаз, которые по факту являются имбой имбейшей. То есть там есть создание какой-то миниатюрной черной дыры, и соединение белой и черной в сферах сил каких-то. Простите, не разбираюсь в теме данного аниме. И ускоренные, и увеличенные рефлексы, и много-много чего другого, так что я не знаю, как оценить данного персонажа. Сатори сильнейший персонаж магической битвы, а его способности очень интересны и сложны по своей структуре, поэтому ставлю 5 баллов. Ну, тут я, пожалуй, поставлю какаше 4 балла. Ведь хоть он и весьма сильный, его глаза дают весьма большой набор способностей, они явно уступают тому, что и Сатори. Следующий же наш критерий это физические навыки. С помощью чакры любой шиноби может усиливать свои техники, которые изначально превосходят обычных людей. И тут, об Сатори, честно говоря, мало что может подметить. Да, его способности явно повысили его физический, так сказать, потенциал. А также он начал двигаться настолько быстро, что его трудно ловить человеческим глазом. Ну, во-первых, его противник Акаши, что значит, что у того более-менее с его ускоренными и усиленными рефлексами есть шанс. Ну, а чисто физически, так сказать, я не могу описать Сатори. Да, он сильный, но никаким, так сказать, прям силачом физически его не назвать. Здесь больше прикол в его способностях. Сатори может двигаться быстрее, чем способен увидеть человеческий глаз и даже шаринган. А также другие навыки Сатори намного выше, чем у обычных людей. Но в данном сравнении ставлю 4 балла. Тут, пожалуй, Акаши я всё же оценю на 5 баллов, из-за того, что, так сказать, уровень физических навыков Акаши слегка повыше, чем у Сатори. Но в плане способности, опять же, я подмечаю, Сатори, скорее всего, уничтожит Акаши на месте. Эх, неприятно такое говорить о своем любимчике, ну ладно. Но наш следующий критерий, это интеллект. Какаши прекрасный стратег, стал капитаном Мамбу в 12 лет, изобрел несколько техник и является одним из кений в Канохе. Ну бы я слегка поспорил бы. Ведь оба персонажа по факту весьма умные, оба могут продумать классную стратегию, оба умеют, так сказать, изворачиваться со своими способностями, и оба персонажи достаточно хитрые. Так что, мне трудно решить, кто из них, так сказать, умнее. Я бы даже сказал, что они более-менее равны. Но, как скажет дальнейший мой друг Евгений, то, что у Кааши нет таких ультимативных способностей, заставляет его, так сказать, выкручиваться в плане интеллекта и хитрости, используя свои способности по-другому. Так что, пожалуй, на один балл все же я докину. Не потому, что он глупее, а потому, что из-за ограничений приходится изворачиваться. Вот так. За такое умение составлять дальновидные планы, анализировать противников и продумывать контратаки 4 балла, но не 5, ведь техники Кааши не настолько абсолютно. Например, он не может просто остановить соперника, а поэтому приходится применять больше интеллекта в бою. И именно поэтому ставлю Саторе 4 балла. И, как вы поняли, я поставлю в этом критерии 5 балла, Кааши. Следующий наш критерий это психическая стабильность. Кааши хладнокровный боец, ему даже приходилось совершать убийство, однако он полностью стабилен. И тут, честно говоря, Саторе является весьма адекватным персонажем. Да, он жесток к своим врагам, но к ученикам и другим людям он относится весьма положительно и вряд ли проявит какую-то прям явную агрессию без какой-то причины. Да и я особо не замечал, что он проявлял какую-то агрессию. Саторе жесток к противникам, но полностью адекватен по отношению к студентам, да и к другим людям. Поэтому он полностью стабилен, и я ставлю 5 баллов. Тут Кааши я также оценил на 5 баллов, ведь он хоть и прошел через, так сказать, тяготы войны, потерю друзей, близких, родных, отца, матери, насчет матери это спорно, но будем считать, что ее он потерял, но остался весьма добрым человеком, который смог найти, так сказать, новую семью в лице Наруто, Саске и Сакуры. Так что, ну, 5 баллов. Следующий наш критерий – боевой опыт. Кааши с детства участвовал в спаррингах, а уже в 12 лет был на опасных миссиях. Примерно в этом же возрасте он участвовал в войне, а после этого побывал на десятках миссиях высокого уровня. Затем участвовал в битве с Пейном и 4-й мировой войне. И Сатори пережил весьма множество сражений, но большинство из них, так сказать, быстренько заканчивались. Из-за того, что по объему его силы весьма безграничны, я бы даже сказал, и они были даны ему с рождения. Также у него не было поражений практически, которые давали бы ему развиваться. Хотя нет, одно все же за его историю было, и оно как раз и заставило его развиваться в плане физических навыков и обострения своих чувств, не используя глаз. Ну а также, вроде как, его недавно запечатывали, что это тоже должно его подвинуть к развитию, но я не уверен. Какаши прожил намного больше и сражался почти всю жизнь, поэтому ставлю Сатори 4 балла. Ну тут, пожалуй, я Какаши оценю на 5 баллов. Ведь, во-первых, сейчас Какаши где-то под 50-60 лет, а кроме того, он прошел через войну и множество других опаснейших миссий. Где враги были по факту сильнее его, так что приходилось изворачиваться и развиваться. Наш последний критерий — это глаза персонажей. Шаринган улучшает зрительное восприятие и позволяет лучше и быстрее замечать движение объектов. Также он способен ускорять рефлексы тела, правда, иногда с последствиями для этого же тела. Также он позволяет копировать любые техники и насылать иллюзии на противников. А конкретно Шаринган Какаши позволяет переносить предметы в другое пространство и из него. Не говоря уже о Сосану, которая обладает почти непробиваемой прочностью и невероятной физической силой и призывается Шаринганом. Конкретно Сосану Какаши способна летать. И тут имбовейшая фигня у нашего Сосатори. Ведь это глаза, которые могут влиять на реальность, создавать чёрные дыри, менять, стирать, разрывать, перезаписывать, короче, делать множество крутых вещей, которые сложно описать и сложно как-то по-нормальному и кратко объяснить. Так что, по сути, у Какаши, так сказать, в своём дефолтном режиме даже с одним Шаринганом нет шансов. С двумя? Ну, более-менее у него хотя бы будет Сусана и эти самые Камуи или что-то там подобное. Но у Сосури уже на Барсию намного выше изначально, а он, по сути, побеждает множество демонов и врагов даже не применяя те самые глаза. Так что, по сути, ну вы сами понимаете, у Какаши тут нет шансов. Я не знаю, как прокомментировать силу глаз Сатори. Она чуть ли не бесконечна. Так что, просто ставлю 5 баллов. И тут, пожалуй, мне придётся оценить Какаши на 2 балла. Да, это больно звучит, и мне самому неприятно ставить подобные оценки. Но глаза Сатори слишком сильны, и, по сути, что бы Какаши ни делал, несмотря на Сусанну, несмотря на то, что у того есть Камуи, то у Сатори, скорее всего, будет шанс разорвать Какаши на месте, даже когда тут не успеют ничего сделать. Что значит, по сути, Какаши в любом случае проиграет, что мне весьма неприятно слышать. Ну, а вот итог нашего, так сказать, сравнения. И да, по сути, персонажи более-менее сравнялись, но, в сути, один критерий кардинально, так сказать, ставит нашего персонажа Сатори выше, чем Какаши. Ничего, по сути, против не имею. Рад, так сказать, слышать, что есть такие имбовые персонажи на стороне добра. Ну, а на этом у нас всё. Спасибо, что смотрели до конца. Пожалуйста, подписывайтесь на королевские лайки, формируйте не менее королевскую подписку. Вам не сложно, мне приятно. С вами был Детель Немисис и до новых встреч. И мир на него вам с головой.